Станиславский Видим в нем некую модель самих себя и наших отношений с окружающим миром. А раз так, можно сказать, что искусство актера — это одно из самых мощных средств познания. Нет, не зря мы всматриваемся так пристально не только в созданные актерами образы, но и в судьбы и характеры самих творцов. Когда мы недовольны в театре, когда актер играет безжизненно, неправдиво, так мы это определяем. Ну вот интересно, когда актер на сцене ведет себя точно так, как в жизни, нам тоже чего-то не хватает. Не хватает какого-то преломления простого правдоподобия в искусство. Не хватает особого художественного обаяния. Не хватает преувеличения. Говоря откровенно, не хватает тайны. Тайны высокого искусства. Станиславского иногда рисует в облике ученого, который знает все секреты своего дела. Действительно, он всю жизнь отдал изучению этих секретов и оставил многим поколениям открытые им законы актерского искусства. Но делал он все это ради того, чтобы на сцене чаще совершались чудеса. И прекрасно знал, что никакая школа, никакие законы, никакая азбука не подменят художественной личности. Говоря строго, можно сказать, нет личности актера, нет искусства. Есть некая его замена. А что такое личность? Наверное, это прежде всего богатство внутреннего мира, богатство души. Если говорить об актерском искусстве, можно сказать, это богатство чувств, прежде всего. Это оригинальность внутреннего склада. Это неповторимость отношения человека с окружающим миром. Вот в молодом актере иногда можно заметить эту личность скорее как личинку, как зародыш. В повседневной жизни театр, к сожалению, иногда ее стирает, затаптывает. У актера нет сил сопротивляться. Реальная жизнь театра трудна. А жизнь большого художника есть борьба. Борьба значит свои поражения, свои преодоления, свои победы. Поэтому, когда большого актера спрашиваешь о чем-то иногда очень простом, ответ на этот простейший вопрос иногда может служить вся его жизнь. Нашу первую передачу об актерах мы решили посвятить лучшим из лучших, старейшим, многоопытным, наделенным житейской мудростью и замечательным чувством юмора. Любимцем публики, строгим судьям себе. Тем, которые отдали сцене всю жизнь. Вот есть такое понятие судьба в жизни, в театре, к своей актерской судьбе. Как вы относитесь? Как, как вам сказать, неважно. Почему? Потому что я могла бы сделать гораздо больше и в театре, и в кино, если бы мне предоставили такое возможно. Кто мешал? Мешал? Не любили меня режиссеры. За что? Наверное, за инициативу. Я лезла со своими предложениями, решала сама все задачи. Может, не надо было? Не надо было, нет. Полегче жить было бы. Полегче жить было бы, правильно, да. Но, как вам сказать, лучше могла бы быть, судьба могла бы быть более удачной. У меня так много, у меня ничего не сыграно, фактически. Ну, как ничего? Все осталось при мне, что я хотела бы еще сказать. Ну, не все, Фаинга, только выплеснуть и ничего. И выплеснуть, выплеснуть, это милая. Это же не помоешь выплеснуть, правда. Тоже верно. А что бы вас сейчас могло обрадовать в театре? Меня могло бы обрадовать, если бы я работала с актерами, у которых я могла бы учиться. Сколько же лет вы на сцене? На сцене? Шесть десятилетий. Такие претензии подумаете. А что вы не любите в театре? Я не люблю зазнайство, каботинство, не люблю актерской самоуверенности, самовлюбленности. Не люблю. А главное равнодушие. Вот равнодушие – это гибель театра. А вот о чем я горюю, это о том, что ушел из театра трепет, трепет. Самое главное для актера – трепет. Павел Георгиевна, милая, почему вы не напишите книгу о себе, обо всем этом? Как вам сказать? Да, видите ли, я считаю, что книги должны писать писатели и мыслители. Только? Вот, да. А потом это была бы жалобная книга жалоб, называлась моя книга. А я не люблю жаловаться. Вот. Кто был вашим учителем в искусстве? Учителем был Станиславский. Я никогда у него не училась. Но я-то так много его видела. И так этим наслаждалась. И поражалась. И восхищалась. Что он остался у меня в памяти до самого моего смертного часа. А кто был вашим педагогом? А педагогом у меня была Павла Леонтьевна Вульф. Замечательная актриса и такой же прекрасный человек. Она никогда меня не хвалила, а всегда говорила, ты можешь лучше. А вот когда ты будешь собою довольна и придешь от себя в экстаз, от своего дарования, значит, тебе уже конец. Ты уже не актриса, а кабутин. Фенгерден, а почему вы кочевали из театра в театр? Искала святое искусство. Нашли? Да. В Третьяковской галереи. А вот вы говорите о Станиславском. А в жизни вы его видели? Да, один раз. Как это было? Я переходила улицу Леонтьевской переулы, где он жил. Я там жила. Напротив него. Нет, я не шучу. Правда. И тоже видела. Счастливая вы. Я увидала на извозчике, ехала Станиславской. Со мной что-то сделалось невероятное. Я стала прыгать около пролетки и кричать ему, мальчик мой дорогой. И он стал смеяться, стал спиной к извозчику и посылал мне приветы и воздушные поцелуи. И после этого я слегла от переживаний, волнений. А вы счастливая? Я счастливая, что насмешила Станиславского. А он послал приветы. Да. И я этим очень горжусь. И часто это вспоминаю как праздник. А что вы любите больше, репетировать или играть? Ну, конечно, репетировать. Во-первых, это безответственно. А играть я вообще не умею. Я не понимаю, что такое играть. Я не знаю даже, это слово, по-моему, не подходит к нашему делу. Жить в образе человека, создавать его, а никак не играть. Играть, дети, в карты можно играть, набегать и так далее. Ну, вот на вашем счету такие противные тетки, как Манька, бандитка, там, ну, много всего. Спекулянтка. Спекулянтка, да. Какое вы к ним испытываете чувство? Отвращение. Но для творчества, наверное, этого мало, как художник. А как художник? С интересом. Что же это за гадость такая на свете может быть? Смотрите, приходят, понимаете, забирают. Понимаешь, тут земляки понаехали, я в гости собрал. Так они приходят, я же самого на мне торгую, краденого не держу. Так чего меня забирают, смотрите, пожалуйста. А вот сейчас проверим, узнаем. Вот она, эта Манька, спекулянтка из спектакля «Шторм». Фамилия, имя, отчество. Смотрите. Мне прямо неудобно перед суседями, что меня забрали. Настасья Петровна. Ага, Настасья Петровна, я. Фамилия. Что, говорите? Фамилия, говорю, как? Вот это горло у меня боится. То я солому с хлебом проглотила, так она у меня застряла, торчить ни туда, ни сюда не велась. Читайте, там за меня все прописано. Так, Настасья Петровна Солодубова. Ага, Солодубова я. Ой, нет, ошибся. Солодубова. Так я ж говорю, Солодубова, но. А сказала Солодубова. Шо, говорите? Сказала, говорю, Солодубова. Так это ж я ж за вами повторяла, как вы говорите, так и я говорю, правда? Я ж себе не позволю против вас горить. Смотрите, такой человек сидит, а я буду против его говорить, что я сама... Какой губернии? Шо, говорите? Губернии, говорю, какой? А, херсонской-то губернии. Ах, далеко, однако, забрались, а? С Днепра на Волгу. У Деникина места не хватило? Вот там бы и спекулировала себе на здоровье. Да не нравится мне в Деникина. Ну, бандюга такого тот Деникин. Понимаешь, комиссар, ограблять нас там, а ты мать нас все. Я, может, через того Деникина голая-то босса и осталась. Мне вас больше нравится, ей-бога. У вас как-то, знаете, приличнее у вас, спокойнее у вас. У нас спокойнее, да? А вот сидишь арестованная. Так тоже ошибка ж получилась. Как вы разберете, шо я не повинная? Вы же меня не выпустите, правда? На то же вы наша вот эта, как ее? Да здравствуйте! Крестьянская, советская, рабочая власть, ура! Так, знаешь, комиссар, как мы у вас дожидались, а я ж так особенно. Я ж прямо аж горела вся, пока вы не пришли, ей-бога. Возраст. Шо вы говорите? Сколько лет? Сколько мне годов, да? Да я уже со счетом сбилась, ей-бога. Я уже замуж не собираюсь, так я уже и голу не считаю. Шо ты мне, Кала, пятьдесят? Пятьдесят лет. Крестьянка. Ты уже ж не дворянка я. А написано мещанка. Шо рите? Написано, говорю, мещанка. Посмотрите, какие цепки у нее руки. Они непрерывно живут, и в руках звериная сущность этой маньки. Так, чем занимаетесь? Шо рите? Занимаетесь чем? Да вот это же я немножечко торгую, меняюсь я. Чем торгуете? Я главным образом меняюсь. Я, вон, знаете, комиссар, сменяла в артистки. Гуся, на платье-то граммофон. Так платье у меня все как есть разглазится, граммофон не поете. Артистка еще интеллигентная. У цирки на голове ходите. Так, понимаешь, каждый норовит с тебя сорвать. Чего меня вот сейчас зарасту валит? Ну, чего меня взяли? Я же самого на мне торгую, комиссар. Ну, шо, ейбо, краденого не прячет, так они приходят. Мне ж невдобно перед суседями теперь... А где достаете это барахло? Да у одних, понимаешь, берешь, другим продадешь. У кого берете? Да город же ж большой, разве уже всех запомнишь, кого берешь, ей-бога. Ну, назовите хотя бы одного по фамилии. Шо вы говорите? По фамилии хотя бы одного назовите. Да как же ж я вам чужое фамилию скажу, как мне уже в своем голове не держится. Ну, время ж какое кошмарное. Уся голова у меня кругом идет. Так, родные живы? Не, у все меня помирали. И папаша, и мамаша. Сирота я. Семейное положение. Шо, родитель? Муж, говорю, есть? Не я баришня. Так, где живете? Да где все люди живут? На земле-то я в доме живу. Ага. Ну, хорошо. Еще один вопрос и отпущу. Где достаешь заразное белье и обмундирование? Какое белье? Какое обмундирование? Нема у меня немцы. Садись. Нема его. Садись. С глупостью, говорите, комиссар. Какое там белье? Солдаты себя понимаешь. Сымают, меняют на базар и все продают. А я тут при чем? А почему белье и обмундирование английское? Так мало у нас пленных. Так те, что от Колчака оббежали. У них же ж английское хворво. Да у них одна рвань, старье. А у тебя много нашли этого белья? Нема. Нема у меня, нема, ебой нема. Лупостью, говорите, комиссар. Какое у меня белье? Что вы говорите, ебом? Слушай, Манька, Марья Карповна, брось дурака валять. Вы все знаешь за меня, да? Все знаю. Вот это у вас работа. Ну вот, Шаманька, давай поговорим по-хорошему. Ну, чего? Ты ведь знаешь, что тебя ждет за спекуляцию тифозным бельем? Ой, Боже. Для тебя же лучше во всем признаться. Ну, ну, ну. Откуда и у кого достаешь это барахло, и кто помогает тебе его распространять? Скажешь, начистоту, ну, в тюрьме посидишь. Но будешь жива. Не скажешь, расстреляем. Невозможно предугадать, каким будет следующее движение, следующий звук этой сценической жизни. Ой! Ой, Боже мой, Боже мой. Ой, Боже мой. Ой, Боже мой. Ой, ой, ой. Шум мне говорит. Так что советую тебе подумать. Подумать. Дай мне закурить, комиссар. Ой, ой, Боже мой. Кури. Шум мне дает крутить. Мне ж руки отморозены. Я не могу крутить. Давай мне папиросы. Крути, крути. Ой, Боже мой. Ой, Боже мой. Слушай, тут тебе подсигарь такой, комиссар. Вот этого, такой человековый, вот такой подсигар. Аж смешно мне его. А шо? А шо, у меня вот этих подсигар завалиться можно, ей Бога. У меня есть один золотой, полхунтовый, с монограммами, ей Бога. А какой, какой пробы, Манька? А ты шо, интересуешься за золото? Да ты меня брешишь, ей Бога, брешишь. Ну, иди сюда. Дура. Ну, смотри мне у вас. Брешишь меня. Так мне вот это, слухай, мне же от часов мужестих женских завалится. Мне вот это кольца, брошки с каменями, камени как лампы горят. Тихо, тихо. Женьки пойдет, троги. Женьки, не убей меня. Слухай, мне керенки, ржи на меня гниют, ей Бога. Золото есть, царское, Николаевское. Тихо, только, тихо, тут слухай гром, люди. Твое ж будет, все твое будет. Пусти меня, комиссар. Слухай, ну, слухай, ну. Люди говорили на базаре. Скоро ж наши придут, наши придут, мама, розная. Тихо, Ванька. Так деньги ж нужны будут. Че тут оставаться, че будем за границу текать. Ты мне пиши записочку, чтобы не выпустили скорее. Леуса твоего не думал, скажи, только тихо. Все тихо. Боюсь, что слухают гром тут еще. Ну. Золото, это хорошо. Тихо, черт, кончите. Золото государству достанется. Смеешься с меня, а? А тебе, Манька, советую подумать, что я сказал. Смеешься с меня. Так Маньку голыми руками не возьмет. Да нет, я смотрю, что оно такое. Его никогда, ты стреляет, в руки не брала, вижу. Лежит, что-то такое. Да этот не стреляет. Вот этот вот стреляет. Ой, не убивай, комиссар. У всех повидаю. У всех повидаю. К чертовой матери на Шоне мне сдали. Ты меня защищишь, комиссар. Значит, Тима. Так я тебе у всех повидаю. Ты их, значит, постреляешь, а меня слабонишь. Вот, пиши. Говори, кто? Пиши, значит, меня заманул вот этот мордовый собачий, такая, брогинкой, зовут, пиши. В военкомате работает. Он же ж мне, он же ж меня смертью пугал. Пистолет меня до головы прикулял, пиши. Чтоб я, значит, шурумбуру из вошами продавала. Еще кто? Я ж чистая, как цветок. Я ж не повинная. Вот этот Богомолов, слухай. Слухай. Значит, ты меня защищишь. Куда? Богомолов. В военкомате тоже он работает. Пиши, слухай. Всех повидаю к чертовой матери. На Шоне мне сдались беляки проклятые. Пориси их скорее к черту. Слухай, пиши, пиши. Что тебе у всех будут видовать? Вы видели таких, как Манька в жизни? Видела. К сожалению. И ненавижу их. И мне стыдно. Ну, вам-то чего стыдно? За них. Потому что они считают, что они люди. Но мне... Мне очень везло. Я счастливая. Мне везло на прекрасных людей. Светлых, чистых, добрых, человечных. Я таких много встречала. Их больше, чем Маник. Фаенгердовна, а у вас был какой-то самый большой авторитет, режиссер в жизни? Режиссер самый большой? Да. Александр Сергеевич Пушкин. Вы серьезно? Да. Вы помните, Лаура говорит, слова лилис, как будто их рождало не память рабская, но сердце. Как мне это нравится. Я вообще... Вы не представляете, как я люблю Пушкина. Я дышу им с детства и до моей глубокой старости. Нет, я представляю. А как вам не позвоню, я вам про вас, а вы мне про Пушкина. Правильно. Ха-ха. Ха-ха. Да, да. Пушкин все для меня. Вот. Вот. Я вспоминаю, вспоминаю строчки Анны Ахматовой. И было сердцу, ничего не надо, когда пила я этот жгучий зной. Онегина воздушная громада, как облако стояло надо мной. Хороший. Прекрасный. Можно после Пушкина прочитать. Правда? Выдерживает Анна Андреевна. Над чем вы сейчас работаете? Работаю над чем? Преимущественно над собой. В каком смысле? Как вам сказать? Симулирую здоровье. Простите, ничего смешного в конечном счете нет. А как вы относитесь к собственной популярности? Как вам сказать? Это моя маленькая женская тайна. А можно поподробнее? Поподробнее? Ну, конечно, приятно, когда хвалят. Это, пожалуй, единственное, что не надоедает. Тем более, что я сама собой никогда не бываю довольна. Мучаюсь, терзаюсь, после спектакля не сплю. Все играю, переигрываю, всю роль обратно. Ну, нужны похвалы. Нужны? Ну, нужно. Когда меня хвалят, все-таки это компенсация какая-то. Ну, знаете, вроде вкусного пирожного. Ну, я не бываю с собой довольна. Никогда. Никогда? Нет, не помню такого случая. Не было такого случая, чтобы я от себя была в восторге. Фаинберген, а как вы считаете, ум, интеллект актеру нужен и необходим? Вы знаете, я наблюдала очень интересные вещи в жизни. Кретин, болван, дебил, на сцене умный. Вот сядет, как бородавка на человека. Он не виноват в том, что на него села бородавка, понимаете? А что сядет? Талант. Талант? Да. Талант, как бородавка. И вот он на сцене, и умен, и все. Но есть другие примеры. О, я знаю. Пример обратный этому. Необычайно умную, тонкую, изысканно тонкую актрису неповторимого таланта. Я всю жизнь стою перед ней коленно преклоненно. Это Верико Анжапаридзе. А что вас потянуло к пьесе «Дальше тишина»? Сострадание к старикам этим. Чувство сострадания, оно часто вас посещает? Сострадание? Это самое, самое привычное мне чувство. И жизнь моя из-за этого очень нелегка. Не жалеете об этом? Нет. А вы знаете, что на этом спектакле в зале очень много плачет? Знаю. И как вы к этому относитесь? С удовольствием. Пусть. Эта старая женщина, вырастившая пятерых детей, теперь не нужна им. От нее к детям только любовь. А от них деловой расчет. Как проще, как дешевле. Куда пристроить мать, куда отца. Но врачи... Что? Нет, не важно. Ему рекомендуют переменить, переменить, переменить климат. Климат. Да, и так как Ада. Живет в Калифорнии. Ой, мальчик. Ой, как хорошо. Мы туда к ней с папой поедем. Говорят, там всегда солнце, всегда тепло. Ой, как я рада, мой мальчик. Мама. Как я рада, если б ты знал, какое это счастье для меня. Мама, дело в том... Что? Что Ада... Что Ада? Может взять только папу. Почему? 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 Ну, а она... Только папу. Она... Меня не может взять. Нет, она... Она не может взять двоих. То есть... Почему? Ты ей скажи почту. Позвони ей скорее. И скажи ей, что мне не нужна комната. Я могу жить в чулане, под лестницей, где угодно. Только чтобы быть рядом с ним. Потом скажи, отец ослабел. Я нужна ему, понимаешь? Я нужна ему. Скажи ей, что я буду все делать. Буду... Буду вместо прислуги. Она может отпустить прислугу. Я буду стряпать. Буду стирать. Убирать. Я буду все делать. Пусть возьмет меня. Скажи, скорее позвони ей. Скажи, пусть возьмет меня. Я нужна ему. Как же это он будет без меня? Как это? Это же невозможно. Ну, скорее позвони ей. Мальчик мой, позвони ей. Скажи, я же прошу тебя. Мама. Скажи ей. Она может отпустить свою прислугу. Я буду все делать. Пусть возьмет. Звони скорее ей. Мама, она не может. Скорее. Она не может. Скорее. Не может. Моя дочь не хочет меня взять. Когда он уедет? Через два-три дня. Ой. Ой, мальчик мой, что мне делать? Что же мне теперь делать? Скажи мне. Уедет. Уедет. А я могу с ним попрощаться. Это вы позволите мне сделать? Мама, ну что ты? Что ты говоришь? О, боже мой. Уедет без меня мальчик. Что мне делать, милый мой дорогой мальчик? Что мне, я с ума сойду. Мама, мне надо тебе еще кое-что сказать. Нет, сначала я скажу. Нет, мама, ты мне позволь сказать, потому что я потом просто не смогу сказать ничего. Нет, сначала я скажу. Мне не хочется тебя обижать. Но я не была счастлива в твоем доме. Мне всегда было одиноко в этой пустой квартире. В этой пустой квартире. Ты не будешь на меня сердиться, если я скажу, что я решила уйти от вас. Мама. Мама, дай мне договорить. Я, я хочу поселиться в колберском убежище для престарелых женщин. Мама, мама. Мама. Дай мне договорить. Мама. Ведь я раньше верила. Боже мой. Я же верила, верила, что мы с папой опять будем вместе. А теперь я вижу, этого не будет. Этого никогда не будет. Я с ума сойду, мальчик. Мне было трудно сказать тебе об этом. Пойди сюда. Трудно было тебе это сказать всё. Но ведь тебе было бы ещё трудней мне это сказать. Подожди, надо вспомнить самое главное. Что сейчас самое главное? Вот что. Предупреди сестёр и брата, чтобы они не говорили отцу, что я живу в приюте. Пусть он думает, что я по-прежнему живу у тебя, что мне у тебя хорошо. Ты мне будешь пересылать ему письма. Ты не будешь забывать, правда, мальчик? Ты не будешь забывать? Ответь мне. Ты не будешь забывать пересылать мне его письма. Это будет первая в моей жизни тайна от твоего отца. Пусть плачут, сказала Фаина Георгиевна. Пусть. Может быть, меньше будут плакать в жизни. А вы не обратили внимание, что мы стали гораздо реже плакать в театре? Может быть, стали такими мужественными? Не думаю. Думаю, что меньше стало актёров, способных вызывать в зале эти высокие слёзы очищения. И на спектакле «Дальше тишина» это делает актриса, которую мы знаем как актрису характерную. А она выступила актрисой трагической. Мне не очень нравится эта пьеса и её текст. Но я думаю, что то, как играет Фаина Георгиевна, есть пример той высоты актёрского искусства, которая иногда способна идти как бы поверх текста, поднимать его вместе с собой. И в этом спектакле она затрагивает какие-то самые интимные наши чувства. Вот один человек, говорят, когда его после спектакля позвали домой, сказал, «Нет, я сейчас пойду к маме. Я сначала пойду к маме». Вот в эти простые слова, может быть, и укладывается смысл этого спектакля и смысл того, что там делают Раневская и Плята. Мы гораздо охотнее стали смеяться в театре. Просто-таки даже ищем любой повод, чтобы посмеяться. Хотим развлечения. Но галерею тех смешных образов, которые созданы на сцене и на экране Раневской, назвать развлечением язык не поворачивается. Это примерно то же самое, что назвать развлекательным роман Гоголя «Мёртвые души» или писателя Зощенко назвать развлекательным писателем. Это совсем другое. Наверное, Фаина Гёрдина посмеялась бы, если бы сказать ей, что она выступает на сцене и на экране как исследователь человеческой природы. Однако я думаю, что это так. А природа человека, она с одной стороны познана, с другой стороны вечная загадка. И в ней очень много смешного, неприятного, противного, высокого, трагического, комического. И вот взять это в полном объёме, взять бесстрашно, на самых резких переходах от гротеска к трагедии, от низкого к высокому и обратно, вот на это способна такая актриса Краневская. Невозможно не сказать ещё об одной её особенности. Фаина Гёрдина не случайно так резко отталкивается от слов, что она играет. Нет, не играет, она живёт. Она, конечно, играет. Это не точно, что только живёт. Но её игра, это действительно есть жизнь, если под жизнью понимать постоянное изменение, изменчивость. И в этом смысле партнёрам Раневской, безусловно, с ней очень трудно. Она не играет никогда одинаково. И если вы один раз видели спектакль «Дальше тишина», то я бы вам сказала, посмотрите ещё раз, сколько нюансов, сколько тех прелестных перемен, изменений, того прелестного непостоянства, которое, собственно, и есть обаяние актёрского искусства. Я бы многое могла рассказать о том, что такое общение с Фаина Гёрдиной Раневской, но времени нет, жалко. Когда от неё уходишь, никогда не уходишь обеднённой. Я всегда иду домой и думаю, отчего человек становится богаче, общаясь с другим человеком. Вот Фаине Гёрдине немало лет, и глядя на неё рождаются разные мысли, в том числе мысли грустные о возрасте, об одиночестве. Но надо всем этим стоит другая мысль и другое чувство. Это, конечно, восхищение. Это восхищение удивительным складом человеческой природы, её высотой и, я бы сказала, красотой. «Та красота сквозит в душевном строе и никогда не может быть стара». Это строчки поэта Николая Бараташвили. Вот это можно отнести к Раневской. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова